Деньгами Из аварийного жилища на улицу. Почему барнаутская семья не может купить альтернативное жилье? Обрел покой. Спустя 82 года в Алтайский край привезли медальон участника Великой Отечественной войны. Пять человек обратились за медицинской помощью после ДТП в Зональном районе. Сегодня утром там произошло столкновение рейсового автобуса с легковым авто. По предварительным данным, 56-летний водитель микроавтобуса не предоставил преимущества в движении Тойоти Корона, которая ехала по главной дороге. Это и стало причиной столкновения. Пять человек получили травмы различной степени тяжести, среди них и 16-летний подросток. А в Рубцовском районе дорожное происшествие закончилось трагически. Водитель Тойоты не справился с управлением, машина слетела с трассы и перевернулась. Водитель не выжил. А в Барнауле избрали меру пресечения водителю, который в пятницу 13-го влетел в остановку на проспекте Строителей. Два месяца до конца расследования он проведет в СИЗО. Напомним, в результате ДТП погибший 68-летний мужчина и еще пять человек отделались травмами. В частности, госпитализированы с преломами двое, трое потерпевших медпомощь получают амбулаторно. Добавим, что по сообщению МВД «Края» водитель в момент аварии был трезв. А пост министра транспорта Алтайского края продолжит занимать Антон Воронов. Соответствующее распоряжение подписал губернатор региона Виктор Томенко. Воронов был назначен главой краевого Минтранса в феврале прошлого года. Напомним, ранее прокуратура доказала, что Воронов, будучи руководителем администрации Павловского района, незаконно начислял себе премии. По суду с министров взыскали порядка 340 тысяч рублей в муниципальный бюджет. Добавим, 13 октября Виктор Томенко подписал распоряжение о кадровых назначениях в региональном правительстве. Все чиновники сохранили свои позиции. Больше 600 миллионов рублей выделено на содержание барнаульских дорог зимой. Но готовы ли городские дорожные службы к предстоящему холодному сезону? Этому вопросу посвятили отдельное совещание, которое провел глава краевой столицы Вячеслав Франк. Первый снег, по прогнозам синоптиков, может выпасть в конце октября. И сегодня город активно готовится к холодному сезону. Этому вопросу, в частности готовности городских служб к содержанию дорог и общественных территорий, особое внимание уделили на совещании, которое провел глава города Вячеслав Франк. От прогноза мы с вами отталкиваемся по многим направлениям части сезонности, укладки асфальта, вообще организации работы. Исходя из прогнозов, уже и выстраивать нашу работу по обеспечению комфортности, ну и, конечно, безопасности. Определенные цифры мы еще посмотрим, на них надо будет сориентироваться и посмотрим по внимательному травматизму прошлого года, позапрошлого года. На повестке своевременная обработка и очистка дорог, тротуаров, остановочных площадок, подходов к пешеходным переходам, а также внутриквартальных проездов и подъездов к социально значимым объектам. Всего на содержание учреждений и администрации районов в Барнауле более 10 миллионов квадратных метров уличнодорожной сети. Зимой задействуют 280 единиц техники, а в период сложных погодных условий будут нанимать дополнительную технику. Готовность на сегодня учреждений высокая. Вся специализированная техника оборудована, заготовленная песчано-соляная смесь, противогололедные материалы Бионорд, более 50 тысяч тонн таких реагентов мы имеем в наличии, поэтому на сегодняшний день мы готовы к началу зимнего периода. Добавим, на содержание дорог направят порядка 660 миллионов рублей, а график работы техники и еженедельные оперативные планы по уборке уличнодорожной сети можно будет изучать в режиме онлайн на сайте города. Юлия Щепина, День с толком. Цена на дистопливо в Алтайском крае снизилась на 10 рублей. Такую информацию доложил временно исполняющий обязанности министра сельского хозяйства края Сергей Межин Виктору Томенко на оперативном совещании. По наличию дизеля в крае вопроса не возникает, добавил руководитель ведомства. Роснефть у нас сейчас 71, а Газпромнефть 62 рубля. Но больше, если мы берем два крупных поставщика. Кроме того, что Газпромнефть и Роснефть везли частные компании, причем по цене у них иногда было даже ниже, чем на Роснефть и Газпроме. Поэтому сельхозтоваропроизводители переключались. По сообщениям правительства, стабилизировалась ситуация с поставками природного газа. Он сейчас необходим в большем объеме, потому что урожай этого сезона нужно сушить. Из-за задержек аграрий вынужденно вставали в двух-трехдневные простои. В начале октября Виктор Томенко поручил Минсельхозу разобраться в вопросе. Сейчас поставки природного газа находятся на контроле и будут регулироваться с учетом всех сторон, в том числе графика работы железной дороги. Экс-сотрудницу органов опеки в Шипановском районе осудили за регулярное получение взяток от опекунов. Установлено, что с 2017 по 2021 год сотрудница администрации частями получала от опекунов взятки в виде денег и ювелирных изделий. Незаконное денежное вознаграждение предназначалось за беспрепятственное принятие должностным лицом отчетов о хранении и использовании имущества подопечных без контроля полноты и целевого использования опекунами денежных средств, которые зачислялись на счета опекаемых детей в виде пенсии по потере кормильца. Всего следствием было доказано 6 эпизодов получения взяток на общую сумму более 400 тысяч рублей. Женщину осудили на 7,5 лет лишения свободы условно, а также запретили в течение пяти лет занимать должности в органах местного самоуправления. Ювелирные изделия и эквивалент дохода, полученный в результате совершения преступлений, конфискованы в собственность государства. Свою вину осужденная не признала. В Барнауле семью с 10-летним ребенком выселяют на улицу. Освободить квартиру в доме на Петра Сухова, который был признан аварийным в 2017-м, она должна до завтрашнего утра. Семья получила компенсацию, но купить на нее другое жилье считают выселенцы нереально. Размер компенсации не отвечает рыночной стоимости, так еще и судебные приставы намерены списать долг почти в миллион рублей. Но самое одручающее рассказывает женщина то, что ее семья может остаться не только без крыши над головой, но и без ребенка. Идет судебный процесс о лишении родительских прав. Подробности этой и других похожих историй семей выселенцев в следующем сюжете. Елена и ее семья – единственные жильцы дома номер 83 по Петра Сухова. В 2017-м его признали аварийным. Второй подъезд давно без дверей, окон и батарей, а свой Елена обороняет от вандалов. Семья должна была уже съехать, отсудив три с лишним миллиона рублей компенсации. Но почти миллион со счета, если так решит суд, могут списать приставы в счет погашения долга. По словам Елены, семья оказалась в заложниках. Мы вошли в определенную квартиру, но так как нам не удалось рассчитаться полностью. За ту сумму, которая осталась? Да, да, нам осталось эту сумму отдать и все, мы бы переехали. Естественно, нам сказали, ну раз не можете рассчитаться, до свидания. 26 октября суд должен вынести решение о возможности, либо невозможности списания приставами миллиона рублей с нотариального депозита. Но уже завтра, 17 числа, по решению администрации района, Елену с мужем и 10-летней дочерью принуждают покинуть аварийный дом. Хотя по закону, говорит женщина, ей положено 6 месяцев на поиск альтернативного жилья. И заканчивается он в конце ноября. Я говорю, мы не препятствуем, что мы отсюда готовы переехать, но у нас некуда. Стараемся, чтобы, по крайней мере, что осталось, сохранить, чтобы было целое. А почему тогда дом признан аварийным? Ну, по состоянию, наверное, кровли, еще чего-то, вот этого я не могу, к сожалению, сказать. Потому что, ну как, дом построен давно, ну, наверное, пришла его очередь под снос. Срезали поле или что-то делали, я не знаю, я при этом. То есть вот, а так тут все, полысьте, все целое. Что мы тут вообще прям рушатся, все, на нас аж балки падают. Такого нет. У супруга Елены зарплата неофициальная. Сама она инвалид третьей группы, ипотеку таким, говорит она, не оформляют. А на работу устроиться пока нет возможности. В ее отсутствии в квартире могут разбить стекла, спилить трубы или отключить газ, что уже пытались. Все это происходит и у соседей. У Натальи Чемодановой с Малахова, 37, в день съемок тушили пожар, в котором погиб мужчина. Сейчас она с супругом, последние жильцы дома. Нас дважды поджигали, топят, постоянно нам вырывают трубы, делают всякие пакости. Мы знаем даже, кто есть, очень много видео, что это не бомжи делают, потому что не каждый бомж позволит себе ездить на машине с болгаркой и ездить с газорезами. В выходные Наталья устроила пикет. Ей предлагают компенсацию в размере 2 миллионов 400 тысяч рублей, что на полмиллиона меньше рыночной стоимости равноценного жилья. Пока идут суды, говорит женщина, в ее доме постоянно происходит ЧП. По сообщению властей, уже месяц Наталья не имеет права там находиться. 28 сентября суд постановил признать квартиру муниципальной. У женщины, которой перечислена компенсация, больше нет права собственности на жилье. Сообщаем, что в соответствии с решением Октябрьского районного суда города Барнаула от 5.04.2023, право собственности на квартиру номер 16 по улице Малахова, дом 37, подлежит прекращению после выплаты денежного возмещения в полном объеме. А тем временем Елену Мартын ждет еще один суд в конце октября о лишении родительских прав, потому что она, говоря юридическим языком, продолжая жить в аварийном жилье, создает угрозу для жизни и безопасности несовершеннолетнего. Женщина уверена, что это еще один способ, вынуждающий ее скорее покинуть дом. Готовы ли семье предоставить отсрочку по времени, администрации района и судебные приставы? Этот вопрос мы адресовали ответственным. Мы продолжим следить за ситуацией. Анастасия Дороган, Дмитрий Денисов, День с толком. В Шалаболихинский район прибыли поисковики из Москвы, чтобы передать медальон бойца времен Великой Отечественной войны. Останки погибшего нашли в Смоленской области. Там в 41-м году он вместе с другими фронтовиками охранял подступы к Ржеву. Какая находчивость помогла идентифицировать бойца спустя столько лет и как такую новость восприняли родственники, расскажет Данил Кузнецов. Этот сверток с георгиевской ленточкой проделал путь почти в 4000 километров до родины в Шалаболихинском районе. Внутри земля из Смоленской области, где вместе с другими фронтовиками в октябре 41-го погиб Николай Федорович Агалков. К сожалению, фотографии и другие сведения о нем сгорели во время пожара в доме. Ничего не может вспомнить и родная дочь, которой было два года, когда отца призвали в первое лето войны. А кто мне что расскажет? Ну как ушел и все, больше с армитишками осталось никуда. И по 82 года работала. Я такая легкая. Останки Николая Федоровича Агалкова нашло поисковое объединение «Связь времен» во время экспедиционной вахты в Сычевский район Смоленской области. Здесь в октябре 41-го проходила битва в Дудкиной роще. Там 119-я стрелковая дивизия с помощью дотов, противотанковых рвов, минных полей и глубоких блиндажей охраняла подступы к Ржеву. Однако вскоре после приказа пришлось отступить. По предположениям экспертов, с 8 по 12 число на рубеже примерно в 4 километра полегло около 1200 немцев и 600 советских солдат. Девочки нашли в ходе переборки металлический медальон раннего образца. Так как он железный, то герметичности в нем нету совсем, он прогнил. Но бумажка внутри с большой долей вероятности сохранилась. Когда начали уже разрушать саму металлическую капсулу, под ней оказалась бумага. То есть, как и предполагалось. Но она привела их в такой своеобразный шок, потому что непонятно, что это было. И когда начали уже разбираться, оказалось, что Николай Федорович завернул свой медальон в газету. То, что и спасло как раз эту бумагу, почему смогли потом уже ее прочитать. А вот с костями так не получилось. Несмотря на найденные останки, их невозможно было отделить от частей других бойцов. Поэтому их захоронят на Смоленской земле, частичка которой теперь лежит на кладбище села Шлаболиха, рядом с женой Николая Федоровича, Ариной. Не знаю, шоковое какое-то состояние, что столько времени узнавал, ничего в военкомате никто не говорил, где, как он пропал, без вести. Всего из Шлаболихинского района в годы Великой Отечественной войны на фронт отправилось свыше 5000 человек. Почти половина не вернулась. Притом, три солдата удостоились одной из высших наград – звания Героя Советского Союза. Один из них – посмертно. Данил Кузнецов, Дмитрий Денисов. День с толком. Бесплатно оформить бизнес или открыть расчетный счет, да еще и получить приятный бонус – 3000 рублей. Эти услуги жителям Алтайского края в офисах Сбера предоставят быстро и бесплатно. Что для этого необходимо и какие возможности есть у клиентов, расскажем в нашем сюжете. Оформить ИП или ООО с единственным учредителем или открыть расчетный счет в Алтайском крае можно более чем в 100 офисах банка. Сбер готов помочь начинающим предпринимателям на самом главном и важном этапе, с которого все начинается – это регистрация бизнеса. С нашей помощью пройти процедуру оформления в офисах банка достаточно просто и быстро. А сэкономленное время предприниматель может направить на дальнейшие шаги в становлении и развитии своего дела. Потребуется один визит. При этом государственная пошлина не взимается. Платить за услугу банку тоже не нужно. Для оформления бизнеса достаточно предоставить минимальный пакет документов. Расчетный счет при регистрации предприятия открывается автоматически. Действующие предприниматели могут открыть расчетный счет в банке или онлайн через сайт Сбера. В течение пяти дней после открытия счета предприниматели могут бесплатно получить токен в отделениях банка, обслуживающих юридических лиц. Во всех офисах, где регистрируют бизнес, клиенты также бесплатно могут выпустить электронную подпись от ФНС России. Спасибо Сберу за такой полезный сервис. Мне, как начинающему предпринимателю, человеку, который общается с большим количеством начинающих предпринимателей, очень важно и удобно получить столько сервисов в одном месте и за 20 минут посещения. Для новых предпринимателей действует акция. Сбер подарит 3000 рублей клиентам, которые откроют расчетный счет в банке до 30 ноября 2023 года включительно. Подробности на сайте Сбера. Главный редактор «Комсомольская правда» Барнаул Ольга Ведерникова в очередной раз одержала победу в профессиональном конкурсе. Она удостоилась первого места в международном конкурсе «Энергия пера». Об искренних эмоциях и победных лайфхаках в репортаже Валентина Аскеровой. Первое место в международном конкурсе «Энергия пера» в номинации «Лучший региональный материал в прессе». И первое место Ольга Ведерникова «Комсомольская правда» Барнаул, Алтайский край. Награждение проходило в Москве, а почетный диплом вручали пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков и заместитель председателя правительства России Александр Новак. Вообще часто отправляю материалы на конкурс, но никогда не жду, что вот, там не сижу, не слежу, что я там выиграю или не выиграю. Надо всегда пробовать. Поэтому, как говорят, мне спрашивают, ну да, ты выиграешь в лотерею? Я говорю, нет, не выиграю. Ну я ее и не покупаю, чтобы выигрывать. А вот в конкурсах, да, выиграю. Почему? Потому что я отправляю как минимум туда свои работы. Потому что есть некоторые работы, которыми хочется поделиться, потому что ты понимаешь, что они интересные, что они достойны внимания. И почему бы нет? Ну и иногда случается такое, что даже потом тебя награждает Песков и Новак. На конкурс «Энергия пера» было подано 263 заявки из России и 23 зарубежных стран Азии, Африки, Ближнего Востока, Латинской Америки. Но именно работа Ольги Ведерниковой растопила сердца жюри, в состав которого вошли руководители ведущих телеканалов, деловых изданий и информационных агентств. В этой истории в центре все-таки человек, это не просто явление, да, какое-то в нашей экономике или в энергетике. А здесь конкретно пример. Есть живой человек, есть его история и есть приобретение в том, что это с энергетикой. И поэтому, я думаю, наверное, этот фактор сыграл все-таки решающую роль. У Ольги Ведерниковой на счету множество кубков и наград в разных сферах жизни. Много их в профессиональной. Так ранее главный редактор «Комсомольской правды» Барнаул стала дипломантом конкурса журналистских произведений. Я всю жизнь в своей журналистике. И бывает, как у каждого из нас, бывают какие-то эмоциональные выгорания. Когда я думаю, что ну плюнуть уже, забить на все и уйти в кондукторы. Ну я шучу, конечно. И в такие моменты понимаешь, что все не зря. И даже когда у тебя наступает момент эмоционального выгорания, то это все только для того, чтобы потом собраться с новыми силами и написать какие-то новые классные материалы. Секрет успеха Ольги Ведерниковой прост. Рано ложиться, вставать с восходом солнца, заниматься спортом, гулять и любить свою профессию. Тогда любое, даже самое сложное дело, будет по плечу. Валентина Аскерова, Дмитрий Денисов. День с толком. И к новостям спорта. В Барнауле разыграли Кубок Алтайского края по летнему мини-футболу. В зале коммунальщик в главном матче встречались Люмпини и Олейск. К слову, первая команда, действующие обладатели Кубка, и они всеми силами пытались удержать титул. А их противники, конечно же, забрать его себе. Кто держал победу в неистовом противостоянии, расскажет Дмитрий Дроздов. Мини-футбол в Алтайском крае любят. Почти 100 команд в этом сезоне вступили в борьбу за летний Кубок по мини-футболу под эгидой Алтайской краевой ассоциации мини-футбола. Однако до золотого матча доходят сильнейшие. В этом году в финале встретились два принципиальных противника. Люмпини. Команда в этом сезоне выиграла все возможные награды. Остался только Кубок. И Олейск. Банда, которая умеет обыгрывать даже виртуозных соперников. Два месяца назад они выиграли Люмпини в чемпионате. Но финал, как известно, дело тонкое. Готовились к этой команде. Очень сильная команда. Будем играть от обороны с ними. Будем бороться до последнего. Матч начался по всем канонам финального поединка. Соперники поочередно буквально выгрызали себе каждый участок площадки. В такой плотной игре болельщики, а их было сотни, получали кайф от игры. Увидели и забитые мячи. В этот вечер футболисты сполна одарили эмоциями своих болельщиков. Основное время матча завершилось в ничью 2-2. И напряженный исход матча для зрителей – серия послематчевых пенальти. Кто-то думает, что это лотерея. Но игроки думают совсем по-другому. Это скорее хитрость какая-то. Кто кого-то перехитрит. Но вот в данном эпизоде со мной, с Диманом я пошел. Ну, он меня перехитрил. Я там мяч не поднял маленько. А остальные здорово ударили. Жеков Довек нас выручил сегодня. Молодец. Точнее всех с точки оказались игроки Люмпини. Феерил на линии ворот и их вратарь, который отбил два важных удара. Как итог. Люмпини – обладатель кубка. Финал так и должно складываться. Но он тем и ценнее получился. Потому что приходилось по ходу отыгрываться. То есть ребята действительно сделали большой объем работы. Показали силу воли плюс характер. И дожали. Это очень-очень важный момент и для становления команды. На этом летний сезон в мини-футболе завершен. Небольшой отдых от игры в мяч и буквально через пару недель. Старт с зимнего сезона. Там борьба за чемпионство будет также с самых первых игр. Дмитрий Дроздов, Владислав Ковалев. День с толком. А на этом у меня все. Телефон нашей редакции 205-545. Через несколько секунд о погоде. Спонсор прогноза – компания «Эвалар». До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok